всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду статистика просмотров на канале колбасных роликов показывает что основная масса зрителей это люди в возрасте от 24 там до 48 50 лет то есть это взрослые состоявшиеся успешные люди я так себе вижу что человек в этом возрасте уже не желает есть магазинную какую-то ерунду ему хочется что-то более вкусного более здорово более полезного и при этом у него есть некоторая часть свободного времени и есть некоторые средства для того чтобы порадовать себя и с точки зрения творчества на кухне и с точки зрения еды а также для знакомых так вот сегодняшний ролик как раз таки для вас я хочу приготовить сыровяльную колбасу по типу фуэта испанского я бы сказал фуэта всем хороша сыровяльная колбаса но уж больно долго ждать ее приходится а хочется ускориться и обезопасить себя от возможного брака вызванного недостаточно плотной навивкой колбасы и на помощь в этом случае приходит баранья черева потому что диаметр маленький а значит скорость благопотери выше диаметр маленький а значит при усадке пустоты внутри не образуются при большом диаметре она становится коркой такой а внутри фарш продолжает усаживаться образуются такие поры с баранья черевой такой проблемы нет профит я хочу сегодня повторить и показать вам рецепт выясненный мной у испанского колбасника моего знакомого уж очень мне понравился вкус готовой колбасы и обещанная скорость завяливания на колбасу пойдет говядина свиная лопатка и хребтовое сало из пряностей черный перец сухой гранулированный чеснок анис и сухое молоко его можно заменить жирными сливками 30-35 процентов сначала стандартное все сырье надо нарезать на полоски для мясорубки и отправить подмораживаться до минус 2 градусов подморозилось и теперь все на мясорубку отправляем решетка с диаметром отверстий в сантиметр если такой до сих пор не завелись я его нашел на ивы режьте ножом отлично а пряности надо растереть в ступке и важный момент перемешивать фарш надо руками этот колбасник фарш для всех своих колбас руками мешает совершать этот процесс нужно быстро чтоб сало не растопилось и не очень интенсивно чтобы она по фаршу не размазалась вот такой результат набивка в предварительно замоченную череву в прохладной воде она уже наверно час там лежит ну и перекручивать надо длиной по 30 сантиметров для аутентичности на самом деле конечно крутить как удобно вкус от этого не изменится и пора отправлять в камеру для сыровяло сначала недели осадки при температуре плюс 4 плюс 5 градусов какой низкий полуподвал у меня очень удобно подвешу ее как-то через неделю надо будет температуру поднять до плюс 12 плюс 14 и уже начинать контролировать влажность и можно привести санитарное копчение тут по желанию у этого микробасника я пробовал как под копченую так и не копченую и даже не уверен какая понравилась больше да эту камеру для сыровяла я делал сам снимал отдельный ролик показывал на канале если пропустили смотрите вот в уголочке здесь повешу ссылочку и кроме того еще и в описании ролика тоже ее размещу ждем продолжаем разговор прошло пять дней вернее сегодня как раз 5 идет и все это время колбаса осаживалась при плюс 5 градусов и тут повезло с погодой все эти дни температура ниже плюс 25 днем вообще не опускалась а сегодня обещают верхнюю границу плюс 18 колбаса-то осадку до конца еще не прошла поэтому санитарное копчение следует проводить при невысокой температуре так что сегодня как раз таки могу этим заняться посмотрите как она выглядит уже явно подсохла думаю что часов 6 в легком дыму и пойдут на пользу коптить буду в коптильне изготовленные собственными руками на буковых опилках дымогенератор пассивный мой нежно любимый он дает совсем небольшое количество дыма и это удобно с ним нет никакой опасности перекоптить продукт этим очень часто грешат домашний коптильщики вооруженные дымогенераторами с активным нагнетанием воздуха это дымят как паровозная труба ждем 6 часов кстати загрузки такого дымогенератора хватает на 8 12 часов непрерывной работы экономный завершён процесс санитарного копчения вот так выглядит колбаска смотрите вот такое чудо запах дыма сейчас достаточно сильный колбаса проветрится запах этот ослабнет станет более деликатным я бы сказал и будет вообще классная колбаса сейчас отправляю обратно в камеру на осадку еще на два дня после чего будет процесс завяливания дней 10-15 при температуре 12-14 градусов по цельсию и влажности 75 процентов встретимся думаю уже на пробе этой замечательной колбасы так колбаса у меня подкоптилась общей сложности около час я ее перевесил в камеру для сыровяла она отвисела там при плюс 12 градусах и 75 процентной влажности неделя по моему прошла до недели прошла все она готова она уже готова смотрите вот она потемнела она маленькая она сухая то есть это супер быстрый рецепт что особенно приятно так ну смотрите давайте раздежим кусочек посмотрим что здесь так за счет небольшого диаметра сам центре она красновато а естественно снаружи она темнеет как водится при этом видите она она достаточно мягкая то есть это именно полусухая колбаска такая получается класс класс анис решает она за счет этого такая очень яркая очень очень суперская то что такую колбасу хочется трескать в неграничном количестве кота перёж кусок и ну прекрасно короче если вам хочется попробовать себя сырая ли но при этом нет большого желания ждать долго то небольшие диаметры решают небольшие диаметры баранье черева вот этот рецепт прекрасно подойдет под обготовление он простой примитивнейший просто вот в лед идет готовьте приобщаясь к этому делу и переходите на серьезные диаметры спасибо за компанию всем пока удачи 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 удачи